Может быть мы просто игры без этих пауз больших зальем. Для тех, кто смотрит, это первая игра Муна против Сайда. Очень плохой коил. Залетает от Сайда. Вот это ошибка. Вот пока что самая грубая ошибка от Сайда. Да. Довольно нагло, уверенно ставит эксп... Ну, опять же, через козла играет. Козел-хантресы. Чем их контрить? До появления там Т2, Т3. Просто нечем. Выходят гульки. Взял самых здоровых. Но они взяли и вернулись назад. Потому что, может быть, увидели кота. Им вообще не надо было выходить. Потому что встреча с козлом, даже если армии меньше, то, скорее всего, у тебя будут потери. У противника не были. Мико говорит, привет, из Японии. Смотрим даже тут, пытаясь просохнуть от непрекращающихся ливен. Привет, Мико. Ну вот, вышла гуля. И все. И лучше, что ты можешь сделать, попытаться ее добить. Ввиду безысходности. Полный. А где Канадец? Я не знаю, почему нет все-таки аллергия. Он не приехал. Панда вторым героем. Панда или алхимик. Стандарт. О, это Гарги. Да вроде он успевает. Да-да-да, должен отменить. Хороший тайминг. Очень хороший тайминг. Близок вообще к идеальному. То есть, это тонычка, которую жалко отменять, но которая будет отменена. Да, это потеря где-то двух с половиной минут. Арча прекрасно прячется. Ой, красиво. Гулька все еще жива, кстати. Ее надо подрезать. Для тех, кто записи смотрит, это первый день финала, гранд-финала World Cyber Games 2019, на котором представлены по версии, соответственно, отборочных, по версии этого турнира, лучшие игроки из всего мира. Пара корейцев, пара китайцев, пара европейцев, представители из... Ну, от Канады не приехал, к сожалению. Есть наш соотечественник Хавк. Почти как Хэппи, но только Хавк. И пока у него все весьма неплохо. Он мало того, что расправился с Хантером, так еще и... Вот, получается, Хантер и вот этот Канадец, это с северной и южной... Ну, короче, американский регион. И главное, что Хавк справился с... Ой, спойлеры. Извините. С инфи. На кусочке небольшом оставшемся земли делает Зигурат. Спасибо большое. Хавк выиграл инфи, прикинь, он из группы может выйти. Блин, зачем мне принесли банан во время комментирования? Я же сейчас зажевать начну. Позволять ставить Зигурат, особенно если ты играешь в Т2, не хотелось бы. Потому что потом штурмовать это с незначительным количеством котов козочками крайне сложно. Пытается снова отменить нычку. Диспл, Диспл, вообще не жалеет виспов своих мун. Так, готовится Т3, пуш с гулями Фрэнзи. Ну, он классно отвлекает, на самом деле. Ах, тут же принимает решение. А почему панда не сделала удар? Это ошибка от Муна. Он убивал этого лича. Ему хватало урона, он убивал этого лича. Он отвлекся пандой, и кажется, еще один юнит у него вправо ушел. По какой-то причине отвлекся на нейтралов. Да. Короче, задача отменить эту базу. В одну атаку. Муну, соответственно, отбиться. Он видит, что к нему и планирует вот такая вот армия выйти. А свиток пытается перекупить. Грамотно. Или нет? Да, он хотел перекупить свиток, но ему в ту секунду не хватило. Чуть-чуть денег было, 140 с небольшим. И он решил не тратить ЭП уйти, но в результате он все равно и свиток потратил. И самое главное, что панда третья к этому моменту. Это ключевой. Ключевой аргумент против гулей с Фрэнзи. Но свиток-то нужен в любом случае. Он пытается его на втором магазине, видимо, забрать. Сентривард вообще не нужен. Да, тот понял, что это пуш. Хорошо. Да, старичок, старичок. Хотя он играет хорошо, он лучше играет меня точно. Стримит, соло играет. Ну что, собрались. Здесь Дестройер. Посмотрим, какой будет диспл винных паров. Оп, хорошо. Минус код. Винные пары дыхания. Красиво. Падает сразу гулька. Еле живая гарга. Почему не отфокусил мун? Пытается там козлом с руки добить. Но армия вообще не внушает никаких опасений. Минус гарга, минус гулька. Изи просто отбивается мун в этой ситуации. Непонятно, как здесь сражаться. Такая гапша. Целое стадо коз. Панда сдувает все. И вроде как нычку отменил. Да. Разконтраливает, короче, мун. Ну, его больше просто. Минус лич сейчас будет. Минус обсидианка, минус финт. О, а вот это шанс, кстати. Да не нужен ему этот козел. Пусть панды качаются. Лич съедает финта, умирает перед этим. После этого, точнее. Все, 35 лимит, а леса нет. Ничка работает. ГГ. Изи 1.0. Хотя, казалось бы, казалось бы, Харас была хорошей. Но при этом, кстати, пытается построить сайт в ответку экспанд, но палится тут же. 50 лимита на 30 с небольшим. Пытается достроить ну, вышку, вот эту вот башню духов, как она называется. Дрядки 1.1. Прийти просто и убить. Ой, пытается кружить деку. Красивое окружение. Вот это прям... Там правда инвул, но развести на инвул тоже неплохо. Сейчас козы будут долго и мучительно убивать этот зигу. А, он просто деку хочет убить. Хорош. Ну, ё-моё, ну, Мун. Извините. А, и опять Мун не сдается. Говорит, я тебя окружил. Я тебя породил. Я тебя и убью. Я хотел как-то... Но не получается. Падает обсидианка. Бедный Абом. Дистроера можно подфокусить тоже, чтобы он не летал с полной маной. Не мешал козлу. Да, ДК с... Наконец-то окружили. Окружили. Пытается пробиться через нижнюю дрядку. Там панда уже готова. Уже тыкает. Ай-ай-ай-ай. Вышел все равно. Ну, это минус ДК. Это ГГ. Да. Я думал, мистер Виннер не поехал на вот сегон слева. Смотрите. Похож же, похож. Сейчас я пока шоколадку заточу перед второй игрой. Смотрите. 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 Переводите, да? Мне сейчас не интересно. Сейчас по игре идет. Да, Инфи играл с Хавхом Хуменом. Очень близкие игры. Великолепный контроль. Такие камбэки. Особенно третью рекомендую посмотреть. Великолепный контроль. Смотрите. Великолепный контроль. Великолепный контроль. Великолепный контроль. Смотрите. Великолепный контроль. Смотрите. Великолепный контроль. Великолепный контроль. То есть, несмотря на то, что Сайду удалось... Повторим этот ключевой момент, когда была отменена нычка, которая была построена где-то процентов на 80. То есть, он отложил еще по таймингу момент, когда Мун получает... ну, начал получать деньги с экспанда на пару лимитов. Ой, на пару минут, извините. И все равно отбился довольно-таки просто. Причем, не было никаких серьезных потерь у Андеда. Чего-то такого. О, лейауты хорошо. Закинули. Спасибо. Интересно, добьет деревом своего разбойника или не добьет. Вроде ли таргет там был нормальный. Да, все нормально. Не добил. Это Мун, он может. Он может все. Мы же помним с вами. Мне кажется, что на Амазоне здесь будут феррики какие-нибудь опять. Ох, какой койл. И, кажется, мне показалось, или все-таки один килл... Не-не-не, не должен был там барак добивать, это у мелкого пресна. Так, хорошо. Артефакты неплохие. Ох, недоконтроливает, Мун. Трехочковый пролетел из темноты. Понятно, что ночь, понятно, что грейда еще на Вижен нет, но летящий койл на него обычно реагирует. Гульки покидают. Ну, второй лейвел, но надо прокрепиться здесь неподалеку. Виз, правда, сразу же палит это дело. Надо посмотреть. Да-да-да-да, там гульку с Lightning Shield не отвел. Опыт не получил. Опасные игры вообще сайт играет здесь. А зачем пытаться окружить человека с плащом? А, потому что там есть мистерская. Да. Надо прикапывать, надо разводить его. Надо 50 еще. Ну, он хочет 50 денег еще, чтобы... Все рассчитано, понимаете? Хорошо комминтит. Слышно просто по комментариям, что не просто... О, лжезамах. О, последний момент уже прям такой... Тоже отступил, чтобы не было видно деку, не было видно анимацию замаха, только койл летящий. Красиво. А сейчас вот Мун хорошо сделал. Видно, что они не просто разбираются в игре, а что им нравится происходящее. То есть они это понимают и получают удовольствие. Это хорошо. Пандарийский все-таки вторым героем. Мун будет в такую же тему играть, видимо. Ну, Панду, вы помните, в патче 31-м... Блин. Там, с одной стороны, увеличили урон от горения. Ну, типа там 5-7, 9-11. И уменьшили периодический урон от оситки. Возможно, совокупность этих факторов привела к тому, что Мун решил вернуться. Эмоции Хавка после третьей игры против инфи. Ха-ха, хорошо. Хорошо. Ну да, там такая каточка была, вы же помните. Качели. Я уже в определенный момент сдался, думаю, все. Не вытащить. Там было нескольких таких моментов. В определенный... И у него там... И когда экспант он отдавал, было все плохо. Потом, когда еще Архмага отдал. Или МКу, или Архмага. То есть чуть позже. И лимита меньше, герою хуже. Вообще все плохо. Да, мы видим неудачную попытку прикопать шахту. Крепится спокойненько. Неплохой артефакт. О-о-о-о. Красиво. Да. Это и опыт, и выигрыш тех же самых, даже больше ресурсов. Ну, потому что ты... Там какой прогресс, наверное? Секунд 15-20 уже прошло. То есть это вот работающая нычка. Откладывается. Соответственно, с экспанды без обкипа можно 600 собирать в минуту. То есть 150 он голды этим виспом себе выиграл. Даже если виспы дорогие. Если у тебя там... Не завтыкаешь, построишь их заранее. И не будет там проблем с лесом. Все отлично. Это правильное вложение. По всем фронтам просто. По всем. Третья панда ключевая. Соби Маск еще выпадает панде. Угу. Но там Туршот был бы полезней все-таки. Так, если сравнивать из всего пула артефактов, то Туршот, наверное, все-таки по-полезней был бы. Учитывая то, что у тебя всегда 50+, и всегда стреляющие. Это все. То есть ему сейчас, опять же, две опции. Причем в обоих случаях он в роли догоняющего. Это либо уже более поздний пуш на тот же самый экспант, либо попытка сейчас поставить догоняющую базу. Жутко. Жутко. И что, сейчас подходят сзади. Панда. Ой, посмотрите, какая панда. Винные пары и дыхание. Здравствуйте. Все сразу. Оранжевое, красное. Горит. Да, он диспыльнул, но не по всем. Пытается Абома спасти. Абома еще пока не... Не, Гули вообще не хотят, естественно, сражаться. Ну, панда, она все сдувает. Если нет свитка, то до свидания. Ну, панда, нужно быть немного осторожным, да? Связочка. О, неплохо. Можно было... Ну, хотя нет, наверное, не стоило. Как раз Арчу пытаться два выстрела делать лечом. Один, наверное, бы пережил, скорее всего. У него порядка 40 лет сейчас жизни. Ну. Да, но там тогда будет под 80, если по такой логике делать. Тот предлагает сейчас закрепить магазин, потом выйти... Ну, параллельно выходя в лимит 60, после этого ставит нычку. То есть такое впечатление, что экспант Муну все это время не будет работать. Так она не работает, к сожалению. Еще одна с обе-маской. Они стакаются, естественно, стакаются. Ой, как там у панды регена идет, вы посмотрите. Там такой конский просто реген. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да, тут просто ставка на пуш. Там такие скачки были по мане просто. О, хавк в чате. Приветствуйте, приветствуйте короля. Ой, а вот зря сейчас Муна дает нычку просто на атаке. Это ошибка грубая. А, вот миссы могут помочь. Не, не помогает. А, у нее тп нет все равно. Скролл в забист. Пошел диспелить виспов, конечно, да. Все, минус в скролл в забист. Нет, должен тут просто разложиться сайт и все. Можно даже сразу нычку ставить на глазах у него. Ну, чтобы он понимал, что... Минус все... Минус все гули. Протектор еще накидывает. Блин, ну, Муну, ну поставь сразу базу. Ну, покажи ему, кто батя. Падает Абом. Да, Мун уже ставит базу параллельно. Ставит, ставит, я вижу. Продолжается битва. А минус ДК. Это же минус ДК. Ну да. Ге-ге. Чудо не произошло. Сайт стабильненько слился. Без интриги. Сайт стабильненько слился.